всем огромнейший привет наши дорогие зрители и подписчики канала с вами как всегда я славян канал семян и чемоданах мы наконец-то совершаем прогулку краснодарский парк вот он уже здесь сейчас пойдем с вами гулять я очень хотел здесь погулять именно в темное время суток но у нас к сожалению пока этого не получается по одной простой причине потому что мы с этими перелетами с поездками очень сильно сбились с режимом особенно с мирончиком пока не понимаем когда он спит когда он ест и так далее то подобное возможно в следующих выпусках мы это сделаем сейчас погуляем днем и посмотрим насколько здесь красиво здесь классно все украсили новогодняя инсталляция сейчас это же подсвечивается покажу но это не так выглядит в общем погнали выпуска короче пока переходили дорогу в радюшеньке случилось чп он упал потому что я говорю не ездить никогда надо взять самокат и переходить сейчас протрем не плачет видите вот эти все гирляндочки они подсвечиваются и все деревья светятся конечно безумно красиво обязательно сюда приедем погулять вечером чтобы насладиться этой новогодней атмосферой я сколько смотрел карт кадр во всяких различных пабликах конечно здесь безусловно красиво у нас кстати погода сегодня вообще прекрасная 12 градусов обещает быть сейчас один с половиной а 13 не обещает возможно солнышко выйдет и нагреет это конечно очень классно после москвы но опять таки на следующей неделе здесь будет минус 2 будет снежок но все это дело покажем как краснодаре проходит зима вообще-то какая-то осень на самом деле здесь где вот эти лавочки стоят здесь летом всегда фонтан есть такая зона на которой тусуются ребятишки и смачивают свои головы да какой смачивают они на самом деле там просто купаются такая инсталляция головы детей а мы будем двигаться дальше здесь где-то я видел убрали пальмы и из-за холодов в такие целлофановые пакеты тоже хочется посмотреть вообще здесь в этом парке есть все единственное что здесь не очень комфортно ну лично нам гулять летом потому что здесь вот эти бетоны от них очень сильно жарко плюс нет никакой тени совершенно в этом парке гляньте какое дерево красивое и ствол как этот ананас вот зона отдыха видите вот так вот очень много много лавочек стоит куда конечно можно заскочить посидеть чай попить и здесь и летом сейчас видите это все сухо деревья видите высохли которые должны зимой высыхать они высыхают листочки опадают вот но летом здесь немножко образуется тень и вот так вот можно интересно посидеть а за забором а за забором какая-то стройка видите летом здесь всегда все забито сейчас как говорится не сезон для краснодара плюс еще погода такая не совсем вау не ну не каждый пойдет в такую морозь как мы выкрылись гулять но очень хотелось пока мы были и в турции и в москве очень хотелось посмотреть как украсили этот парк он там вижу мужик видите мой моет полы молодец вообще удивление сегодня у меня было потому что парк 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 улице краснодара очень грязные я понимаю там где мы живем там много строек летит пыль на машины но все улицы очень сильно грязно даже родиончик упал и все все штаны все руки все в грязи так смотрите здесь шкарнейшие красивые газончики радюшка кричит что сынок так вот тут у нас скейт парк вот за пригорком сейчас зайдем посмотрим интересная детская площадка 1 детская площадка 2 сейчас поближе туда тоже подойдем глянем что вот это за черная я не знаю похоже на какую-то дайм типа велопарковку но и по моему не велопарковка скейт-парк прекрасный клевый но у него есть минусы первый минус это минус связан с освещением здесь нету освещение когда в краснодаре можно действительно покататься на скейте вечернее время на не жарко нет духа ты как таковой то ты не покатаешься вот не покатаешься здесь раз попробовал покататься когда темно вот эти светильники они подсвечиваются так фоново знаете и и все и я короче упал вообще в целом здорово но даже вот сейчас в мокрую погоду здесь кататься не стоит надо пацанов своих отсюда угонять потому что колесики подскользнуться и можно очень легко получить травму но вот кто не знает и думает переехать в краснодар да вы знаете здесь есть такой скейт-парк классный здоровский большой на всех местах хватит здесь очень прикольно я здесь сам катаю когда мы здесь бывает до живем останавливаться также есть вот такие челлаут зоны теннисные столы здорово что теннисные столы сделали вот сеткой и это не фанера какая-то да а именно ну типа камень да вот таких два стола волейбольная ой сегодня встречу это наверное мой зуб который до сих пор ноет не дает мне собраться с мыслами баскетбольная площадка здесь тоже летом всегда тусуются ну когда на улице классная погода лавочки очень стилистически сделаны красота и есть вот такой вот скалодром и самое главное друзья это все бесплатно здесь каждый может прийти погулять вот покайфовать детям тут полное раздолье веселье здесь очень-очень красиво шикарно вот кто-то не стоят желтенькие это все конечно подсвечивается подсвечивается красиво но только вечернее время так пойдемте туда дальше вот она детская площадка видите здесь лавочки и же деревянные стильные песок сейчас он конечно мокрый вот детей нету но обычно здесь конечно все очень забито плотно сейчас пойдем вот на ту детскую площадку вот эта площадочка видите здесь эти качельки все также в песочек горки веревочные парки вот тут вот вот это здесь бьют летом также фонтаны детки вот сюда вот прыгают и отсюда выстреливают выстреливает вода и спиральки крутится но сейчас естественно понятно причинам сейчас все это дело отключено и просто можно ходить и гулять для детей конечно здесь тоже все здорово прикольно но говорю единственно что нету тени вообще в краснодаре лето настолько жаркое настолько душное что мы вот сколько приезжали в этот парк конечно погулять с наслаждением не получается потому что жара невыносимая вот она горка прикольного то есть дети залазят по вот этим веревочкам и все 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 в песочке 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 собрались домой здесь водичка все там ножки помыли и пошли дальше а здесь вот так вот можно от песка кроссовки очистить грибочки газончики можно подняться выше по лесенке и пройтись там расходим посмотрим дальше у нас смотрите мост на мост возможно сходим пройдем туда дальше там есть такие стульчики но обойдем немножко по кругу велопарковка где можно припарковать свой велик например и подняться по лесенке на этот мост посмотреть с высоты так сказать мы сейчас будем двигаться вот в эту сторону обойдем эту часть а потом пойдем туда вовнутрь вот они деревья ведь все украшены фонариками гирляндой блин я не знаю гуляем и я понимаю что сейчас нужно сюда вечером ну да ладно кстати кто здесь будет собачками да и придет с животными то знайте здесь вообще нельзя животными гулять и по газону также ногами ходить тоже нельзя хотя летом сколько раз мы наблюдали что здесь сидят пикники такие цветочки одуванчики правильно артемка подметил одуванчики артем сдувай называется они естественно подсвечиваются вечером вот такие лавочки где ты можешь сесть полежать и почитать фильм посмотреть вообще такой парк есть по моему кстати еще вай-фай даже где раздается я не правда не пробовал не подключал и здесь вот он такой знаете атмосферный в том плане что для удаленчиков пришел сюда жить поработал здесь собирается самом деле тоже такое комьюнити только вот там чуть дальше где кафешки я вам их тоже покажу музыкальный лабиринт елочки кстати смотрите как они листва листва колючки или что это как ее обозвать пожелтело вообще они зелененькие так не ругайтесь комментариях просто не силен в названиях россии и здесь можно играть музыку так а почему ничего не играет вот посильнее да надо да если музыкант то можно отлично поиграть также есть вот такой инструмент им как играть не знаю и еще есть вот такой инструмент здорово здорово особенно грида есть вот с музыкой связан здесь прийти прикольно ну ладно давайте двигать давайте давайте нажимайте двигаемся дальше с вами конечно интересно мы здесь не первый раз так как выйти понятно по кругу мы прошли чуть дальше здесь есть вот такой вот уже плавный спуск подъем спуск подъем для колясок и можно наверх подняться а вот тут вот если туда вниз спускаться там туалеты мужской и женский единственная часть парка где есть кстати туалет давайте дальше есть в парке такая площадь непривычно здесь очень гулять потому что обычно здесь вот так пышно так зелено а сейчас зелено только от травы и тонна такая пятнистая частичная желтая и вот смотрите вот эти деревья вот эти деревья они как будто на них одели прозрачный такой чехол и это все гирлянда то есть вот это ночью все светится по стеблю идет сама лента и потом и как купол на это дерево блин прикольно вообще и далее вот там очередной вход тире выходить стать вообще все перекопали здесь как-то было по-другому можно зайти с этого входа и начать прогулку вот либо туда по аллее вот он сам стадион краснодар здесь как они футбольные поля уже непосредственно где занимаются да ребят футболом и там уходит значит сейчас сходим посмотрим мы решили пойти наверх по вот этому подъемчику спуска там у нас насенька все болтает и болтает по телефону никак не может прерваться прервись говорю и насладись прогулкой так часто то насеньку будет защищать а сам-то а сам-то с камерой но я уже привыкший у меня один глаз камеры другой глаз в наслаждение вон посмотрите там столько новогодних инсталляций что что-то пройдем спустимся жека панорама вот это вот виднеется кто заинтересован в переезде это вот самый близкий получается жека прям сразу же через дорогу находится поднялись мы на мост здесь знаете что это вот все вот эти вот окошки это все красиво красиво подсвечивается это называется вроде амфитеатр летний театр сейчас найдем да вот видите это такая сцена вот он вход на ряды вот они гирляндочки включаетесь вот гляньте как здорово и вот здесь можно конечно посидеть не знаю здесь наверно что-то и проходит конечно однозначно я думаю в теплое время но ни разу мы этого не видели к сожалению и здесь прикольные деревья вообще я вроде как читал что сюда завезли их и многие из них даже не прижились но большое количество конечно прижилось кайф и все в гирляндочках красиво красиво еще раз красиво обходим по кругу и будем спускаться вниз он видите там аллейка вон эти пальмы видите беленькие вот они полностью закрыты какими-то интересными такими чехлами сейчас тоже туда обязательно пройдем посмотрим помимо того что вот это все подсвечивается вот эти лампочки горят цветные а здесь какой-то видеть цветной лабиринт а ну это же это детская площадка а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, Настенька, например, хотела Очень увидеть вот эту вот инсталляцию Видите И она сделана Из чего, из мелких Проволок, наверное Смотрите, и она вон туда вот Уходит Сейчас попытаемся поближе Подойти вообще здесь везде таблички, чтобы по газонам не ходить Подошли, видите, мы уже вплотную к стадиону как-нибудь сводить туда детей на футбол, да, парни? На футбол сюда, на Краснодар надо будет сходить посмотреть билеты, когда ближайшая игра и сходить огромный, конечно, парк нам сюда, пацаны так, и там, вон, я вижу табличка видимо, там есть описание вот этой вот постройки посмотрите, как красиво и она, по-моему, еще и ночью светится, и, конечно вечером это просто вау, вы гляньте, как классно обалдеть вот они повсюду, видите таблички, что по газону не ходить вот отсюда, в принципе, вот натоптаны сюда, видимо, люди встают и фотографируются так, а вот она информация абстракта вдохновленный руинами древнего Рима создатель с помощью прозрачного сочетания классических картинок и возображаем элементы это воображение, образ, античность ну вот, я же говорю, да, что-то такое похоже вообще мощно смотрится, да, Настен? так, двигаемся дальше ой, здесь интересный холмик, мы его тоже видели, да, с вами с высоты а здесь прям такой хо-хо парк посмотрите, с какими интересными металлическими лавочками здесь интересные полы вот, Артем тоже сразу заметил да, здесь рыбки, форельки сейчас мы оставим здесь коляску пойдем, пойдем Артем, оставь самокат здесь Артем, просто положи его, сынок и мы вообще в этой части сейчас вообще первый раз здесь все, естественно подсвечивается все красиво-красиво и рыба оболненная мама, мам, али, дедушка, рыба топовая локация вообще прям интереснее ну, я надеюсь, вам этот АМПЛАС понравился я старался правда, у меня что-то телефон написал что теперь обнаружены проблемы с Face ID не знаю может быть, просохнет в общем не работает пока у меня Face ID теперь на телефоне ну, посмотрим я еще в ремонт отнесу либо как сделаю как говорит Настенька тебе уже в этом году надо новую технику покупать возможно так, дальше смотрите, у нас вот вход в Краснодар здесь уже такая большая площадка где можно погонять на самокатах также деревья светятся сделаны деревья еще и с лавочками, да? и здесь вот большое-большое пространство это тот мост куда вот можно было подняться и пойти вон туда-вон 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 туда вот выше и посмотреть, естественно, все это дело с высоты и здесь уже дорога стадион ЖК Панорама на самом деле инсталляций здесь настолько много настолько много всяких разных закуточков что тут ходи, 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 ходи приедем еще вечером сюда, посмотрим как и что посмотрим, как все светится вот видите, вот эти все красивые ангелочки они, конечно, светятся так, детки уехали далеко надо всех догонять и вот про что я вам говорил видите, вот за моей спиной стоят люди они как бы поднялись на самый пригорок такой и здесь получается можно сказать это смотровая площадка где у тебя открывается вот такой вот вид на парк, на стадион вот таких получается локации две здесь а вот эти постройки раз постройка и два постройка это кафе где можно чай, кофе, бутеры покушать все начинается дорога мы будем двигаться к машине мы поедем домой обедать я очень надеюсь что вам понравился парк понравилась наша прогулка я постарался сделать максимально классные кадры даже под водой которые никто не делал здесь в парке ну и жертвы как говорится телефоном ну ладно разберемся обязательно подписывайтесь на канал поставьте выпуску лайк оставайтесь с нами обязательно сюда приедем вечерочком покажем здесь уже непосредственно вечернюю ночную так сказать атмосферу новогодних инсталляций я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока не забудьте